В последнее время на повестке дня встал вопрос закупки Армении у России новейших тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ, серийный модернизированный. Переговоры на эту тему действительно велись, на что указывает заявление министра обороны Армении Давида Танаяна. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по этому случаю даже сфотографировался в кабине одного из Су-30СМ, являющегося собственностью 102-й российской базы в Гюмри. Армянская пресса раздула, факт вероятной покупки истребителей. В некоторых публикациях даже высказывалось мнение о том, что эскадрилья Су-30СМ, в случае возобновления боевых действий, якобы, способна подавить ВВС Азербайджана и завоевать господство в воздухе Карабаха. Но так ли это на самом деле? Герой России, известный летчик-испытатель Магомед Толбоев считает, что Су-30СМ сложно использовать в небе над Нагорным Карабахом, так как они легко обнаруживаются средствами ПВО. В горных ущельях этот самолет не сможет работать так же успешно, как Грачи, то есть, Су-25. Зенитно-ракетные комплексы просто накроют их. Успешное применение Су-30СМ здесь возможно лишь на больших высотах. Например, с высоты 6 тысяч метров, отметил российский пилот. По его мнению, Су-30СМ слишком дорогая игрушка, чтобы использовать его против азербайджанских ПВО. Один такой самолет стоит как три Су-25. Чем дороже самолет, тем дороже его эксплуатация и ремонт. В авиации главное – это боевая эффективность, а не красота, сказал Толбоев, добавив, что в современном бою решающее значение имеет еще и выучка летного состава. В целом российский летчик считает, что покупка новейших российских самолетов – непомерная ноша для Армении, так как в условиях гипотетической войны в Карабахе Су-30СМ может быть нацелен лишь на противодействие авиации противника, а не для наступательного боя. У Армении есть десятка Су-27, но, по современным меркам, это старый механический трактор. Нужна новая техника, а на ее покупку нужны средства, которых у Армении нет, заметил Толбоев. Он также отметил, что сейчас у России каждый новый самолет на счету, поскольку страна сама активно перевооружается новейшей техникой. Субтитры создавал DimaTorzok